Посещение улиточной фермы, ювелирная работа бензопилой, съемка коротких видео в движении. Этим и многим другим заполнился минувший квест осеннего проекта рейтинги Автогода. Это уникальное мероприятие, совмещающее в себе соревнования, пресс-тур и тест-драйв. А испытывали участники, журналисты профильных изданий. В этот раз кроссоверы Cherry Tiga 7 Pro и Tiga 8 Pro. То, что мы поддерживаем, это для нас, скажем так, некий определенный этап собственной эволюции, поскольку мы бренд относительно молодой. Более того, мы первый китайский бренд, который принимает участие в качестве партнера в Автомобиле Года. В общем, для нас это так очень органично и понятно. Всего в квесте приняли участие 24 человека, поделенные на 6 команд. Им предстояло выполнить несколько увлекательных заданий, за каждое из которых начислялись баллы. В итоге самых ловких и смышленных организаторы наградили подарками. Квест проводился в поддержку рейтингов Автомобиля Года. Это тоже исследование покупательских предпочтений, но оно отличается от одноименной премии. В рейтингах мы гораздо глубже исследуем мнение и психологию потребителей в отношении выбора автомобиля. Ну, приблизительно так, как человек делает это в жизни. Не лучший в классе, а, например, лучший семейный автомобиль. И критерии оценки, оценок где-то приблизительно 10 критериев и выбор трех автомобилей лучших. Потом составляются рейтинги, которые помогают, прежде всего, автолюбителям в выборе. Ну, естественно, определяют тренды и направления, связанные с производителями, кто преуспевает в каких сегментах. Добавим, что итоги рейтингов Автомобиля Года 2021 подведут в декабре. В то же время на крытой трассе Forza Karting проходил второй этап любительского чемпионата МКА Race. Всего он предусматривает 12 туров. Гонки проводятся каждые две недели, но в зачет идут только лучшие семь. Это личная гонка, то есть пилоты выступают каждый сам за себя, а не за команду, как бывает на других соревнованиях. Участвуют 36 пилотов, которые успели зарегистрироваться, и они разделены на три группы. В этой гонке принимают участие пилоты, которые только начинают свою гоночную карьеру. То есть опытных драйверов, которые уже занимали призовые места на других соревнованиях, мы в эти гонки не пускаем. Участники соревнуются на картах мощностью 11 лошадиных сил. Гонка длится 35 минут. За это время пилот должен как минимум дважды заехать на питлейн. После каждого этапа начисляются очки, а в финале победителей награждают денежными призами.